Так, вот сварил вот такие вот вензельки, вот так вот ложил, рулеточкой замерял расстояние, одинаковое, хватанул, потом вторую вот так тоже по ней, по шаблону, чтобы ровные были, ну естественно с двух сторон, чтобы был крепко, и подзачистил уже. Они пойдут у нас вот наверху, вот сюда они пойдут, вот сюда они вот так вот привариваются, чтобы они по высоте были равны, поэтому я их вот так сводил одинаково, ну и с двух сторон, чтобы не оторвались, и швы тоже сантиметра по два даже, хотя может поменьше, но так зато надежно, долговечно. Так, вот я вензеля приварил с одного ряда, вот, с одной боковины, вот уже зачистку сделал, вот он сразу сейчас будем делать, вот-вот, вот тут сделано, удобнее будет. Ну и второй вот нижний, то есть с одной боковины, с другой, то есть я варил сначала вот так, естественно будем теперь вот так, чтобы они были симметричны, вот видите, вот завиток был симметричный, а то можно ошибиться. Вот здесь, тут мой завиток я так вложил, и вот так сводил, вот, в центре опять разметил, вот видите, центр между вот этой полкой и вот этой, вот центр, вот так, и здесь то же самое, вот так. Полосу опять же положил, чтобы вот тут было заподлицо, вот, и здесь так же. И расстояние будем здесь, и здесь одинаковое делать. Хватанем, и здесь хватанем, и будем потом выводить, и вот тут их сваривать, вот тут сваривать их будем. Ну и они, чтобы были симметричны, верхний завиток с нижним, будет ошибка, значит надо вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот оно, вот он будет симметричным. Сейчас будем варить дальше. Вот я сделал прикладочку вот одну тут, и одну вот тут. Вот, прикладка. Потом промерил расстояние, вот здесь, по пять с половиной сантиметров. Теперь хватаю тут, а потом уже завариваю здесь. Вот я тут этот завиток так же сделал, то есть, видите, тут уже провар больше. Здесь уже больше провар, и вот здесь уже сантиметровый шов. Так же сейчас здесь просто одну капельку, может быть, еще раз промерить, хотя уже промерил. И вот так все завиточки. Ну так вот, сварил я узоры с двух сторон, вот, с боковин, задняя часть и две боковины. Как варилось, вот видите, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и вот здесь шов. Вот, видите, то есть не просто капля, как бы и справа, и слева, все это будет зачищаться. Вот, тоже, видите, туда под завиточек, здесь тоже и справа, и слева, вот, справа, и слева. Так, чтобы вот рукой я хрен оторву, и двумя тоже. Вот, не просто прихватка, прихватка, как для себя, потому что лент хороший и сделана тоже на совесть. Для себя так делал, не буду. Вот, так же справа и с той стороны тоже самое. Вот оно, вот оно. Видите, какой шов? Видите, справа, слева, видите, справа, слева. Все так же идут. Ну, естественно, сейчас все это будем счищать, зачищать. Ну, вот так. Вот таким мы почистили, что и грубым диском. Потом наждачку поставим, уже больше так, аккуратнее шлифануть надо. Вот с одной стороны, где лицевая я почистил, вот видите, металл уже готов практически к покраске. Вот, труба профильная, сам кованая полоса. Вот с этой стороны я не взял то, что перевернул. Неудобно тянуться. А вот с этой стороны есть. Потом, и эту сторону вот я уже начал. Завиточек вот уже начал проходить. Вот тут швы сгладываются. И вот так вот. Тем более, еще на что, внимание, чем больше выставить швов, и еще с двух сторон, в два раза будете их грубой больше зачищать, и более такой шлифовальным диском. Поэтому, чем больше швов в себе работы, вы находите в два-три раза больше. Чем меньше швов, меньше зачистки. Ну, конечно, влияет это на конструкцию, она хлюпкая становится. Если качественно делать, сами понимаете, в два-три раза больше сварки, в два-три раза больше работы и по зачистке, и по сварке. Так что, думать тут, как говорится, сами решайте. Такая вот у нас получилась этажерка с пяти полками. Так что, покрасим еще цветочки, завиточки. Вот сами полочки, каркас. Вот он. Здесь специально, чтобы она сюда полка не вылетала. Полоса ковная, то есть каркас здесь не будет вылетать. Вот так уже почти вся зачищена, практически готова к покраске. Высота 170. Между каждой полкой 30 сантиметров. Сутки, по сути дела, на нее потрачены. Зачищены швы проварены. Шов очень много, зачистки очень много. Делали как для себя. На заказ, по размерам, по определенным, заданным. Покрасим, потом еще, естественно, покажем, что получилось в итоге и с полочками.